На связи из Луганска Роман Бачкала. Роман, 48 часов ультиматума уже давным-давно истекли. Здание СБУ, управление СБУ до сих пор не освобождено. Правда ли, что Альфа отказалась от штурма? Добрый вечер, Алексей. Правда это или нет, мы точно не знаем. Сейчас попробуем выяснить. Вообще, должен сказать, что сегодняшний день в Луганске прошел достаточно спокойно. Ничего экстраординарного не произошло. Тот протест, который происходит возле здания СБУ, внутри захваченного здания СБУ продолжается уже в шестой день. И на самом деле он стал такой уже обыденностью, частью жизни. Луганчан к нему стали привыкать. И вот все больше луганский протест, он приобретает, он разрастается, приобретает такие признаки такого Майдана, то есть жгут костры, устраивают баррикады. И вот сегодня здесь появился палаточный городок, установлено порядка 50 палаток и приходят все новые и новые люди, которые записываются в ряды протестующих. В руках у них российские флаги и пророссийские лозунги. Ну а те люди, которые держат украинские флаги, вот таких в Луганске все больше воспринимают и называют бандеровцами-националистами. Даже меня сегодня назвали бандеровцем только за то, что я представляю украинский телеканал. Ну а эти люди, правда, в гораздо большем количестве сегодня днем, это луганчане, люди, которые давно живут в Луганске и не считают себя бандеровцами. Вот сегодня они вышли на улицу для того, чтобы выразить свою позицию, показать, что далеко не весь Луганск пророссийский. Правильно ли я сформулировал ваше мнение? Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Юлия, гражданский сектор Луганска. Да, мы, когда началось движение возле СБУ, мы решили снова выходить ежедневно. И сегодня прошла акция, акция была вчера и акция в... Что именно за акция? Вот что вы хотите продемонстрировать? Мы хотим показать, что Луганск это украинский город, что мы не хотим жить в России, мы не хотим разделения Украины. Мы хотим жить в своей стране и будем за это бороться. Скажите, пожалуйста, кто-либо из вас слыхал ли о том, что якобы донецкие и луганские альфовцы, представители спецподразделения Альфа, отказались от штурма захваченного здания СБУ в Луганске? Представьте, спасибо. Меня зовут Константин. У меня нет ответа на этот вопрос. Вопрос. Информация об этом отказе гуляет по интернету, но правда это или нет, неизвестно. К сожалению, в последнее время ведется информационная война и очень много появляется недостоверной информации. А как вообще настроены местные силовики? Есть такая информация, что якобы они саботируют приказы из центра, из Киева и где-то подыгрывают пророссийски настроенным протестующим? Совершенно очевидно, что так и есть. Местные силовики полностью савиатируют выполнение приказов, никак не противодействуют... Это только ваше мнение или кто-то может с этим согласиться? Это мое мнение. Ну и скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы, чувствуете ли вы, что вы в меньшинстве в Луганске? Те люди, которые настроены проукраински, которые хотят, чтобы Луганская область и дальше была частью Украины. Либо же вас, возможно, гораздо больше, но просто, может быть, многие боятся выходить на улицу и публично выражать свое мнение? У нас действительно гораздо больше, и люди боятся. И мы сейчас не имеем возможности даже широко анонсировать наши акции, потому что отвечаем за безопасность людей, которые выходят. Но это особенно ощущалось в первые дни после того, как захватили СБУ, потому что там очень много людей на улице приходили с какой-то украинской символикой, с ленточками. И пытались разговаривать с людьми, которые там. Было много скандалов, там действительно были напряженные ситуации. Но люди буквально с каким-то отчаянием, со слезами на глазах пытались доказывать, что нельзя такое делать. И что они хотят жить в Украине и собираются и дальше жить в Украине. Спасибо вам большое. Алексей, вот последние новости. Мы все поняли. Спасибо за работу коллега. Последние новости из Луганска были.